Мы рады, что вы пришли к нам сегодня. Доброе утро. Как нам сказать, намасте или как? Намасте — это хорошее приветствие. Когда вы встречаете кого-либо, вы обращаете внимание на пол, социальный статус, вероисповедание, цвет кожи этого человека, хороший это человек или плохой и так далее. Но если посмотреть глубже, то мы увидим, что, по сути, источник каждой жизни один. Когда мы говорим собеседнику намасте, мы распознаем этот аспект в вас как возможность, а не то, кем вы являетесь в данный момент. Итак, мы говорим о том, как заново спроектировать самих себя. Не знаю, возможно, вы заметили, что жители Нью-Йорка немного нервные. Как такое можно не заметить? Вы заметили. Так что нужно сделать, чтобы перезапустить себя, построить себя заново? Это называется внутренняя инженерия. Мы спроектировали мир вокруг себя таким, как нужно нам. Но что мы сделали с самими собой? Как поколение? Мы достигли наивысшего уровня комфорта и удобства. Но мы жалуемся на жизнь, как никто до нас. То есть мы не можем найти это внутреннее умиротворение, подлинное счастье, успех. Понимаете, эти слова превратились в клише. Внутренний покой, внутренняя радость. Но скажите, все переживания человека, будь это удовольствие или страдания, где все это происходит. Это может происходить только у нас внутри. Это никогда не происходит в воздухе. Люди говорят, любовь витает в воздухе. Но это не так. Просто когда вы влюблены, все вокруг вас выглядит таким. Если вы испытываете радость, то вам кажется, что весь мир вокруг радости. По сути, любое переживание человека приходит изнутри. В том, что происходит вокруг нас, задействовано слишком много сил. Мы не можем контролировать все это. Только некоторые из обстоятельств складываются так, как мы хотим. Но то, что происходит внутри нас, должно происходить так, как хотим мы. На сегодняшний день — это единственная проблема человечества. То, что происходит внутри нас, не складывается так, как мы этого хотим, потому что мы не спроектированы так, как нужно нам. Что значит хорошая инженерия? Что механизм работает так, как мы хотим. Но как этого достичь? Есть научный процесс. Так же, как есть наука и технология для внешнего благополучия, точно так же существуют наука и технологии для внутреннего благополучия. Вы согласны, что человеческий механизм — это самое сложное и тонкое устройство на планете? Но открывали ли вы когда-нибудь инструкции по эксплуатации? Очень смешно. Кстати, у вас же есть онлайн-курс, правильно? Да, есть онлайн-версия программы внутренней инженерии, которая, по сути, является скорее подготовительным этапом. И есть завершающий этап, который всегда происходит очно. Вы очень продвинуты в том, что касается социальных сетей. Я хочу сказать, что у вас почти 2 миллиона подписчиков на YouTube. У нас более 500 миллионов просмотров на YouTube. Вот это да. Невероятно. Но вы говорите, что я продвинутый. Просто я живу в этом мире уже более 60 лет. Так что я знаю, как все устроено. Расскажите про ваш фонд ISHA. Люди могут приехать туда, остаться на несколько дней. Да. У нас два больших центра. Есть еще городские центры. Более 350 центров по всему миру. Но два основных центра. Один в Южной Индии и один в Теннесси, недалеко от Читануги. Понятно. Эта территория площадью более 9 квадратных километров, на которой расположен большой центр для медитации. В Индии эта территория в 2 квадратных километра. Это очень значимое место. Сейчас он является частью международной компании «Невероятная Индия». Я знаю, что вы приехали к нам, потому что... Я не знаю, мне кажется, вы модник. Так ли это? Делаю, что могу. Вы выглядите прекрасно. Вы очень стильно одеты с головы до ног. Это в поддержку показа Fashion for Peace? В этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения Махатма Ганди. В честь этого мы организуем различные мероприятия в тех сферах, которые были особенно ему близки. Например, жизнь в сельских областях. Поэтому мы активно сотрудничаем с фермерами, создаем образцовые деревни, а также производство тканей. Есть много фотографий Махатма Ганди с прялкой. Таким образом, он выражал протест против уничтожения текстильной промышленности в Индии оккупационными силами того времени. Так что мы пытаемся вернуть ткацкое искусство. Ведь в Индии насчитывается более 136 различных способов пройдения тканей. Ни в одной другой культуре такого больше нет. Для развития этого мастерства потребовалось не одно тысячелетие. Но сегодня большинство из этих техник находится на грани исчезновения, так как сейчас живет практически последнее поколение, которое помнит, как это делать. Их дети стали программистами и, наверное, работают в Сан-Франциско. Точно. Так что мы пытаемся возродить это мастерство. Чтобы возобновить производство, очень важно создать рынок. Поэтому мы показываем эти ткани. Мы привезли 120 различных видов тканей, чтобы они были представлены у некоторых известных американских модельеров одежды, чтобы люди могли познакомиться с этими тканями, а также с тем, как их использовать на их выбор. Это очень здорово. Скажите, для тех, кто смотрит нас прямо сейчас, что мы можем сделать для улучшения их самочувствия? Есть ли что-то такое, какая-то идея, мысль, на которой мы можем сосредоточиться сегодня, чтобы как бы перезапустить свой день? Одна простая вещь. Видите ли, люди страдают не от своей жизни. Люди только думают, что страдают от своей жизни. Нет. Большую часть времени они страдают от своих мыслей и эмоций или болезней тела. Большую часть времени, если только это не травма или заболевания, тогда страдает физическое тело. Но в основном люди страдают от собственных мыслей и эмоций. Я лишь хочу спросить вас, когда вы научитесь управляться со своими мыслями и эмоциями? В какой момент своей жизни? Если вам 50-60 лет, и вы не разобрались, как управляться со своими мыслями и эмоциями, когда, по-вашему, вы сделаете это? Можете, никогда. Если вы говорите «никогда», это значит, что те простые способности, которые есть у человека, такого уровня мозговой активности, есть только у людей, по крайней мере, на этой планете. Так что, если вы никогда не сможете использовать себе на благо свои основные инструменты, которые делают вас человеком, если не сможете использовать их, как хотите, разве это не трагедия? Это настоящая трагедия. Но можно ли достичь этого с помощью медитации? Да. Видите ли, слово «медитация» на самом деле ничего не значит, потому что оно слишком общее. Мы думаем, что любой, кто сидит с закрытыми глазами, медитирует. Но здесь существует много разных измерений. Как использовать мысль? Существуют некоторые непрерывные внутренние процессы. Например, происходит дыхание, идет поток мыслей. Эти два процесса можно связать. И поскольку вы спросили, сейчас сделайте вот что. Смотрите, то, что мы называем своим телом, это накопление, это еда, которую мы съели и постепенно набрали в такую форму. Мы не родились такими. И то, что вы называете мой ум, это различные впечатления, которые вы взяли из внешнего мира. Итак, это масса еды, это масса впечатлений. А где же вы? Самое простое, что можно сделать, создать небольшую дистанцию с тем, что вы называете своим телом, и с тем, что вы называете своим умом. Просто попробуйте. Любой может это сделать. У нас есть направленная медитация, которая называется «Ишекрия». Она доступна в нашем приложении. Все, что нужно делать, на вдохе напоминать себе «я не тело», на выдохе напоминать себе «я даже не ум». Я не тело, я не ум. Ну и что же я тогда? Но со вдохом и выдохом. А почему вы спрашиваете меня? Ну что же я тогда такое, если я не это тело, я не этот ум? Самое главное, что вы, по крайней мере, знаете, что вы не знаете. Да? Я не знаю — это невероятная возможность. Как только вы осознаете, что не знаете, появляется жажда и возможность познания. Это произойдет естественно. Потому что если вы думаете, что знаете все... Как только вы поняли, что я не знаю, вы тут же спросили «что же я тогда?» Но вы спрашиваете меня «что же я такое?» Вам следует спрашивать не меня, а себя. Какова природа моего сречислования? Если мы не понимаем и не знаем природу нашего сречислования, то мы будем жить просто по воле случая. И это является главным источником для тревоги. Предположим, вы вот-вот попадете в какую-то неприятность. Будете ли вы тревожиться? Я слышала, что вы говорили о страхе, о желании, что это все... Вы уже многое знаете. Что их источник находится в окружающем мире. Если кто-то попадает в неприятную ситуацию, разве тогда неестественно испытывать чувство тревоги? Это естественно, не так ли? Конечно, вы готовитесь встретиться с ней лицом к лицу. Сейчас большинство людей живут по воле случая, потому что они не знают природу своего существования. И поэтому мы начинаем думать, что испытывать тревогу — это естественно. Тревога — это неестественно. Когда вам было два, три, четыре года, для вас естественным состоянием была радость, не так ли? Естественным состоянием был восторг. Теперь же мы считаем, что тревожность — это естественно. Нет, беспокойство — это неестественно. Это лишь потому, что вы живете по воле случая. Я не мое тело. Я даже не ум. Вдох — я не тело. Выдох — я даже не ум. В нашем мобильном приложении есть эта направленная медитация. Садгуру, мы рады, что вы были с нами. Заходите на страницу Садгуру в социальных сетях. Сейчас ему нужно идти, потому что у него встреча в ООН. Он очень занятой человек. Спасибо, что зашли к нам. Хорошего дня. КОНЕЦ